Музыка Я поехал туда, объяснялся с замначальника аккезиции. Значит, написали письмо Министерства финансов. Результаты это ничего не дало. Нам пришел отказ. Мы, я подошел к Игоревичу, и с учетом того, что особенно мост по Борису Главана, где угроза безопасности движения поездов, подготовили письмо на премьер-министра и на министра транспорта, чтобы задействовать и их уже с той стороны в оказании давления. Нет, совершенно верно, потому что сегодня мост в аварийном состоянии. Люди спрашивают, почему мы его не делаем. А мы его не делаем не из-за того, что мы не хотим делать или даже не в состоянии. Средства у нас на это есть. Все связано с тем, что аккезиции публично... И в ответе агентства тоже озвучено очень четко. Если какие-то вынужденные мер, они могут дать. Поэтому я буду определить премьер-министру, чтобы все-таки разрешили. То было Министерство финансов. Это письмо в адрес премьер-министра, министра транспорта, чтобы все было... Подписано? Да, подписано, отправлено, все это... Я говорил текст, чтобы я понял. Значит, ну то, что эти тендера... Сейчас комиссия примет окончательное решение, но наши бедские магистралы... По одному документу есть у комиссии по госзакупкам есть вопросы, там справка вызывает нарекания, сейчас они примут окончательное решение и так далее. По пакету документов сейчас разрабатываются еще в течение 10 дней. Как бы еще не выносено публичное решение, в принципе, мы должны сейчас по документу просто просмотреть и все. Значит, у нас... Пока мы ждем, пока проснутся окончательные публичи, пока решат проблему бюджета на 2016 год, мы должны двигаться вперед. До сих пор мы занимались только тем, что закрывали те кредиты, которые были взяты до нас. У нас на сегодняшний день за 10 месяцев нет ни одного взятого кредита, но нужно двигаться вперед, потому что проблема дорога это одна из основных бельцев, поэтому я попросил Леонида Ивановича Баби проговорить с банками возможность кредитования 40-50 миллионов лей. Я вижу, тут цифра 40 указана. Не было поручения подготовить изначально первичное мое введение по 40 миллионам, я написал, но тут в этих объемах, тут и не 40, тут и большая сумма. Больше какая? Намного больше, тут порядка 80 по перечню. По желанию. Тут вот больше 40 только здесь. Значит, каково было то ли мне, как я предложил сегодня Игорь Ивановичу, и вот и заводил. Значит, для 40 миллионов я предлагаю рассмотреть такой вариант. Ремонт дорог в асфальте это 20 миллионов. Вообще, 4 направления, по которым используют эти кредитные средства. Это ремонт дорог, это ремонт дорог в асфальте и плитке внутриквартальных, это ремонт дорог в щебне, и то, когда вы были на последнем приеме, и я был на вашем последнем приеме, те снова в Бельц говорят, вот мы дома построили, все, а там дороги. Да, да, невозможно вообще. Я в исполнении вашего поручения сказал, что когда будем разрабатывать, туда будем засыпать, все туда. В этом, и поскольку берем этот кредит, я предложил вот это строительство новых дорог в Новом Бельц, 5 миллионов, определиться туда целевым. Значит, вы предлагаете дороги асфальт? Асфальт. Асфальт. Сейчас, если можно, я объясню. Давайте, если вы хотите. Значит, я вошел в этот контакт с руководством, с главным инженером АПКанал, и чтобы уже не получилось накладок, что мы будем делать дорогу, а потом ее рыть, я получил добро на ремонт, я согласовал с главным инженером, вот эти вот улицы, которые более значимы, их состояние требует вмешательства, и там заменен водопровод. Значит, это, и если брать с рыжканского направления, с северного направления, то улица Колесова, улица Алдия Теодоровича, и Дарвина, это параллельные, три параллельные улицы, которые соединяют Гладянское и Рыжканское направления. И улицу Колесова, я считаю, что нужно делать в обязательном порядке, это перемычка с одного направления по другому, чтобы они не перескакивали где-то в центре, и как можно дальше на периферии. Сейчас подожди, Ларис. И Чебалов до Павла Коцу, да, до Чкалова? Да, да. Вот это Володарского освободим, участок Володарского. Да. Лариса, и Дарвина. Алдия Теодорович, это улица параллельная Колесова, также соединяют, и у нас есть всегда, у нас сложился так, что въезд в епархию, въезжать в епархию всегда нужно как-то чуть-чуть сбоку, то ли с улицы Калия, Ешелор, то ли с улицы Колесова, но никогда не попадали в этот. Я поэтому и включил в этот список. Тут идет замена водопровода, в настоящее время, сейчас он будет заменено, и это будет центральный въезд в епархию. Рано или поздно, духовенство придет с таким предложением, и я его вот так изобразил. Значит, я перешел, у нас есть в хорошем состоянии улица Калия Ешелор, и на том участке... Ну как в хорошем, ребята, на тему Калия Ешелор, хорошо, что вы напомнили, в хорошем состоянии. Я по ней проехал пару недель назад, и даже на очень хорошей машине там есть места, где трясет, как в коротце, понимаете? Это дорога, которая была сделана год назад. Поэтому сегодня я бы хотел... Вот то, что касается ремонта дорог в асфальте, давайте все-таки пригласим тех, кто умеет делать дороги. Может, сегодня есть какая-то компания в Страшенах, я видел, был удивлен качеством. То есть, качество было реально европейской дороги. У нас, понятно, они дали гарантию нам сколько? Пять лет дали на Калия Ешелор? Пять лет. Пять лет. Ну, сегодня там уже шифер по этой дороге. То есть, а если в общественном транспорте, там, автомобилей попроще, я думаю, чувствуется еще больше. Понимаете? Это сделали год назад дорогу. Давайте сделаем несколько километров, но чтобы люди видели, и вот мы должны задать уже тон один раз, каким образом мы делаем дороги в городе. Потому что там чуть-чуть, там чуть-чуть, это никогда не закончится. Тем более, если мы берем кредит, вы предлагаете это, давайте везде немножко как-то что-то. Везде немножко как-то что-то. Я думаю, нужно взять пару серьезных магистралей и сделать очень качественную дорогу, на которой не будут шиферы ни через год, ни через четыре. Понимаете? Потому что сейчас мы по чуть-чуть раскидаем, шума будет много, по всему городу. Но качество, я боюсь, что мы не добьемся. Там, где ремонт дорог, в плитке, ну, понятно. Плитка тоже. Работаем только с производителем. Я вот закупал там для Басарабяске, Фолеш, Кишиневе. Производитель ведет 10 лет гарантию на плитку. И цена очень хорошая. Там брони стали. Вот сегодня посмотрел на Штефанчелмаре, там автовокзал. Это очень хорошо получается. Даже дешевле, чем на сфальт. Да. Выходит. Сегодня основная масса, основная часть жителей Бельц, они пользуются общественным транспортом. Это люди, которые ходят пешком по тротуарам. То есть сегодня, да, мы должны думать о дороге, но основной акцент это тротуары. Даже внутри дворов мы видим, что мы не успеваем с дорогой, не успеваем в финансовом плане. Но тротуары мы должны делать, они практически отсутствуют. То есть сегодня на какой квартал бы ты ни зашел, и люди идут, и они либо пробираются по болоту, либо, ну то есть это умоу непостижимо. Поэтому я хочу видеть после дня города ваше предложение. Вот я сказал, что начали укладывать сейчас от автовокзала плитку. Значит, я хочу видеть, где мы начинаем. На шестом, на БАМе, пятый, про который мне многие пишут, и все забыли. Тридцатка, то есть вот четкий план, и не просто план, а сразу он начинает двигаться, потому что сегодня тепло. Экономический агент, вот сегодня подходили люди, стоит возле остановки на автовокзале два киоска. Один Оранж, второй там, бывший киос Союз Печать. Молчал. А? Молчал. Молчал, стоят рядом. Болото перед ним. Понятно. Если я там начал закупать за свои деньги тротуарную плитку на тротуар, то с этими агентами, с ними кто-то говорит? Да. Мы начали процесс работать. Так. И как все... Кудряшова сейчас в кабинете нету, он этим... Он их там... Очень пристально занимается вот именно вот этим процессом, потому что надо просто экономический агент. Вы заинтересовать, потому что... Нет, а что заинтересовать, я же не буду за свои деньги делать экономическому агенту дорогу, где он зарабатывает деньги. В принципе, экономические агенты все поддерживают. Поддерживают и делают. Очень хорошо. Где мы... И самое главное, как мы только, если мы до осени какой-то приличный объем, приличный объем в моем понимании, это мы должны выйти на десятки тысяч квадратных метров я говорю про плитку. Значит, и все, когда увидят один свет и так далее, поверьте мне, город будет выглядеть. Потому что сегодня у нас, если будут освещения, которые, слава Богу, сегодня более-менее у нас, можно сказать, есть в городе, в отличие от других городов. Очень дорого его, к сожалению, сделали, но оно присутствует. И дороги, и тротуары, поверьте, и то, что касается озеленения. Значит, вот сегодня я посмотрел в районе автовокзала, нам нужно там, где они планируют ремонтировать тротуары, вы параллельно смотрите, что мы делаем с озеленением. А именно, вот, например, между тротуаром на Штефан Чалмаре и, не помню, какой там магазин идет, вот за клумбой, то есть разделяют клумбы с цветами нас. Не-не, не заходя, Федофий, вы сказали. Ковры, ковры. Значит, что получается, там есть очень много дорожек по диагонали, они когда-то были в бетоне, сегодня они заросли, травой их не пользуются. Сегодня, чем тратить деньги на плитку, сегодня, там как раз был Синенко, я говорю, лучше уже вынести оттуда этот бетон и мы просто посеем газон. То есть, мы уходим от бестолковых тротуаров, которые были там по диагонали и которыми сегодня люди не пользуются. Если мы сегодня потратим деньги на плитку, а люди, ну да, может быть, кто-то начнет ходить, но если есть реальная дорога или там можно обойти, то давайте лучше мы уйдем от этого и мы сэкономим деньги на тротуарной плитке. Там по тому участку вышел экономический агент с предложением обустроить этот участок травой. Нет, это там, где парковка, дальше. Нет, как раз от парковки, где мы делаем. Вот этот кусок он хочет сделать травой, за свой счет он хочет сделать эти дорожки и установить там вертолет реставрированный как... Да, да, про вертолеты я слышал, очень хорошие, нет проблем. Но эти дорожки по диагонали у нас их очень много неиспользуемых, понимаете, поэтому... Они готовы их сделать. А? Они готовы повторить эти торпинки. Но это они чуть дальше хотят. Не здесь, где прямо возле остановки. То же самое говорил сегодня подходили экономические агенты возле автовокзала, там, где частники, таксисты устроили себе парковку. Значит, пригласить их всех на беседу, Илья Славанович, надо, я подключусь. Значит, давайте определим им четкое место, где они стоят, не там, где они стоят сегодня, где одни выносят баулы, ну, извините, это никуда не годится. Либо возле автовокзала, либо берем часть обочины от заправки Петром в сторону круга, в сторону выезда. То есть, определить место, где они знают, что вот там они стоят, и нормально им по-человечески объяснить, пусть они не устраивают себе второй автовокзал перед этими торговыми павильонами. Как ты понял, что Гусан... Да, они хотят обустроить плиткой всю эту парковку. Какую? Вот где они сейчас стоят перед банком. И банка не экономит был. Нет, это другое. Я говорю прямо, я говорю про парковку прямо на остановке автовокзала. Леговые машины. Где сегодня там стоят леговые... Леговые машины. Так это тоже Гусана. И коли он закроет тут, то его туда всего теперь не загнать. Приглашайте и загнать. В рамках нашей рабочей комиссии, которой мы назначили работу для определения вот мест, размещения, такси, то есть у нас идется работа, отстоит транспорт, идёт для такси, чтобы скоординировать и поставить вот эти знаки, обозначения, вот такси, место расположения. Такой такси, фирмы. Значит, по... Значит, озеленение идёт параллельно. Пожалуйста, идите, вот те адреса, участки, которые будут определены, сразу параллельно двигайтесь. И, пожалуйста, вмешивайтесь, не допускайте, чтобы у нас уровень газона был выше тротуара. Потому что весь этот чернозём потом у нас просто оказывается на тротуаре. плюс вокруг деревьев. У нас вот идут из бетона ещё круги. Вот эти круги, так называемые. Значит, это всё убрать. Когда сейчас пойдём тротуарной плиткой, просто оставляем красиво, там, метр на метр участок земли, и просто мы плиткой уходим. Все эти круги, бетоны, тем более, они половина уже... Они выглядят ужасно, и нет смысла, где надо там... С деревьями, с большими деревьями проблема. Они выворачивают и остальные плиты. Понятно. Сегодня есть очень простое решение. Мы можем в этом месте, если мы сделаем даже одним кирпичом, двумя кирпичами, неважно, то есть можно сегодня это всё обойти, и получается, что будет 20-30 сантиметров над уровнем земли, вот там, где есть эти корни, которые видны, будет получаться что-то вроде клумбы. Мы же не будем сегодня, что будем сидеть обрубать эти корни деревьям капец. Положим сверху плитку, её разнесёт, так же, как и разнесло сегодня все эти кольца. Из бордюров можно даже этих дорожих, в конце концов, а не мощных там поставить. Этот участок, Пусть я, Фанчалмари, между Фидеско и между Пиццей. Значит, после дня города, Илья Славанович, готовьте адреса. Капитальный ремонт. То, что касается асфальта, давай выезжать на место, смотри, так мы не... С картой Бельса мы тут ничего не определим. Будем выезжать на место, и вы чётко... у нас есть адреса, которые АПО-канал подтвердил, что мы не будем делать асфальт, а потом будем делать... Потом они будут менять там водопроводные трубы. Адреса есть, поэтому давай выезжаем на место. Но тротуары сегодня везде, пожалуйста, по всему городу, чтобы не получилось так, что начали делать на автовазале, а когда дойдём... То есть, начинаем везде, по всему городу. Уже каждый недель надо иметь информацию. Чем тратить деньги. Те деньги, которые мы тратим на эти ямочные ремонты, за счёт этого у людей боятся капитальные тротуары, они хотя бы в состоянии будут ходить. Понимаете? Саверон Николаевич, можно? Да. Я хотел бы спросить, если рассматривается вопрос, включить обязательно в этот список городского центрального парка. Ужаснейшем состоянии все дорожки... Так, а мы же это с вами обсуждали. Мы с вами это обсуждали. Есть... Плюс есть экономические агенты у нас там, есть свадебные залы, которые открылись в своё время. Я говорю про городской парке. А, про городской съездивысок, да. И ещё поднимался вопрос на этот совет по свидетельству этого кафе НОАГЛА. То есть, мы говорили... Инкомлаг, который? Да. Мы говорили о том, что мы устанавливаем новый забор с страной улицы Горького, НОАГЛАТСА и Литязу. Да. за счёт экономических агентов. Мы с Игорем Ильичом рассматривали этот вопрос о поиске этих экономических агентов. Мы с Игорем выходили, говорили и так далее. Но в свете того проекта, который утверждён, и больше тысячи метров угонов вокруг плиткой, и для парковки автомобиля, вы думаете, что парковки у нас не будет? Послушайте. Значит, если надо, то они обнесут своё здание пятиметровым забором. Если надо, они обнесут пятиметровым забором. И речи быть не может. И вообще, объект достался нам по наследству, поэтому, значит, давайте отсекаемся от них. Давайте отсекаемся. Они делают капитальный забор. Придумали себе стройку в парке, получили место, получили авторизацию на строительство. Считают себя такими умными. Значит, вот взяли и установили забор не меньше 3 метра, не полтора метра декоративный заборчик, а 3 метра. Причём красивый забор. Красивый забор и чтобы без всяких калиток в парк, чтобы они могли выйти прогуляться и так далее. На забор оформляется авторизация. Кстати, есть моменты. Надо ещё посмотреться, если есть соответствующие документы, если они оформлены. изначально, когда шёл вопрос о строительстве этого кафе, я поднимала вопрос, потому что было против этой парковки вокруг этого кафе, потому что я считаю, что на территории парка не можем быть машины. Правильно. И мы говорили о том, они клятвенно обещали, что они этот весь забор в Дурубеце Горького поставят за счёт собственных средств. Поменялась власть, они забыли о том, что они обещали, и сейчас это всё ушло в небытьё. Теперь они себе планируют очень классно там устроиться. Ничего, послушайте, значит, забор, они ограждают себя полностью от парка, и не имеют никакого доступа к парку, и нашли деньги на вот этот сарай под прикрытием детского кафе, значит, вот так же найду деньги и сделают полностью весь забор. И не отзывайте тысячу один квадратных метров вокруг кафе под парковку. А никто это не отдаст. Кто сказал, что им мотали? А кто вам сказал, что им мотали? Если вы видите, то там эта вся плитка была. Что они нарисовали. Нет, послушайте, то, что они нарисовали, ни один квадратный сантиметр, ни один квадратный сантиметр в парке не будет отдан сегодня, ни в какую аренду, ни тем более под парковку. О чем вы говорите? Я сегодня не понимаю, потому что в городе, к сожалению, была продана почти вся земля. Я буду встречаться со всеми экономическими агентами, которые сегодня вот владельцы Малыша, Оскара, Песлари, вот ту красоту, которую он построил. Сегодня люди выносят нам мозг за то, на что мы разрешения никого не давали. Я не знаю, обменять это на землю возле метра образно. То есть я понимаю, что люди вложили деньги, бизнес себе придумали и так далее. Сегодня, если мы предложим равноценно, ну то, чтобы они, я уверен, что если будет хорошее предложение по земле и в другом месте, чтобы этот объект передали городу, вашему муниципальному предприятию, не знаю, тир для детей, танцевальные кружки и так далее. И вообще закрыть эту историю со свадьбами, куматриями и сексуальными оргиями в детском парке. Особенно в ночное время суток. И я буду сегодня на это убеждать. Либо потом я вам объясню, ребят, лучше давайте догремся сегодня. Приду потом все равно придем к власти в парламенте, прямое решение будем это сносить, как сносил Собянин в Москве. Тогда уже никто ничего не получит. Ни земли возле метра могут получить только бесплатно койку в неврологическом отделении. Поэтому сегодня вот стоит у него там, понятно, рыночная цена там 400 тысяч долларов в этот свадебный зал. Значит, взяли, дали хороший участок земли, пожалуйста, путь делайте, пусть уходит. И, Игорь Ильич, поднять вопрос, там вот эти все свадьбы ночные. Уже работает. До скольки все будут работать? Нет, работаем над этим процессом. Да. Для изменения графика работы. Да, график работы, какой будет предлагаться? До 22 часов. Очень хорошо. До 23? Ну, посмотрим. До 23? 23? 23? 23? 23? мы 23, но мы закрываем торопед. То есть, режим работы паркотознёй. На тему, на тему, игровых залов, казино, да? у них, у них когда истекают эти авторизации и так далее? Думаю, принять параллельно было принято одно решение в одном хорошем городе, где они там через сут как-то аннулировали решение Совета и их приучили немножко к порядке по-другому. Зал игровых аппаратов работает с 8 утра до 17.00. Суббота, воскресенье выхода. Суббота, воскресенье выхода. Я сейчас буду двигаться. Давай, давай. Полиция не будет реагировать, значит, добиться реакции. Вот есть представители СМИ. Пожалуйста, все ребята там, где эти залы игровых автоматов, возьмите адреса там. То есть, получается, авторизация из стекла у них, да? И они продолжают сегодня работать. Приходите туда, пусть и люди видят в городе, что делают и что не делают полиции, в том числе другие инстанции. Может быть, мам туда приглашать. Особенно тех, у которых все унесли в ломбард. Давай по этой истории движемся. и 22.00. А эти свадебные залы не могут работать до 17.00? Почему? Согласно закону. Конечно, не могут. делительность парка вообще развлекательная деятельность парка. То есть, можно обосновать режим работы парка. До выходных дней до 23.00? Так, так вот, если у нас парк работает, вот они раз в парке построились, то они как посетители парка, пусть, так и работают. Значит, до 22.00. В рабочие дни до 23.00. Вот. они измерили акустику, то есть, шумовую акустику, как это влияет на шумовую фону. в лесе прилегающей территории. Сделали бы вот там, где находится этот зал президента, вот те зоны, или вот там, где вот эти несколько гектаров земли, то, что приходили на продление, взять, переговорить, пусть строятся там. Это будет дешевле. Это будет дешевле, чем потом останутся без ничего. Само место расположения, то есть, логически. Ну, я хочу сказать, допустим, если то, что касается правилами, то, что касается по фону, допустим, единственное место, где часто проводят детские дни рождения, вот, и никогда у нас, малыша, у нас никогда не было проблем с их закрытием. У них авторизация до будни, не до 10, выходные, до 11, они всегда закрывали согласно этого графика и никогда не его извершали. Кроме мере, мы никогда не провожали. Честно, что там, детские аттракционы большие. Проблема была у нас, допустим, с парадизмом, сейчас уже как-то другом называется, там даже жалобы по поводу жильцов проживать, потому что люди не могут отдыхать. Гостиница-то слишком близкая, потому что слышно, и там действительно... А она примыкает к гостинице, Вот как раз этот парадизм по сегодняшнему «Оскар» может стать частью муниципального предприятия гостиницы «Балс». Хороший. Нет, будем совсем... Всех владельцев нужно реально приглашать и говорить уходить. Тем более, мы же не предлагаем, мы дадим равноценный обмен. А кафе, конечно, детское должно быть, потому что на территории город Занетков, где можно взять... Да, послушайте, там может быть все, что угодно, кроме свадеби, куматрии. Я согласен, неважно, что это будет. Детский кир, бальные танцы, тем более, что любой свадебный зал подойдет под любой кружок по танцам сегодня, понимаете? Да. на то, что по игровым залам, в принципе, там есть такая проблема юридического характера, мимая. Недавно лицензионная палата пригласила представителей премьерии, чтобы поучаствовали на новом совещании, из-за чего администрация муниципи Бельцин не выдает авторизации, потому что есть жалобы госканцелярии в Бельске. И на этом основании лицензионная палата считает, что это незаконное решение Совета. То есть они потому и, наверное, и злоупотребляют и законодательство, и самим положением, то, что якобы канцелярия все это апартестовала, но я первый раз слышал, чтобы лицензионная палата на официальном уровне в этом вмешалась и считала, что жалоба к госканцелярии приостановила каким-то образом какое-то решение, хотя не имеет никакой силы. Иславович, сейчас идёт переговорить. Выйдите, пожалуйста, на пивзавод, я, конечно, всё понимаю, но то, что там у людей, которые проживают по этой улице, дома, там толщина слоя пыли, наверное, несколько сантиметров и на окнах, и на крыше и так далее, ну, хотя бы, я не знаю, битумом битумом пройтись, то есть какой-то тонкий слой асфальта, я не знаю, но это уму непостижимо. И сегодня они ждут, что мы им будем проделывать дорогу на пивзавод. с метрансом на всех случаях. Разбиваются метрансом пистанции, там дольче связано. Или мы там, или мы поставим две-три клумбы и там будет прогулочная дорога, и мы её сами сделаем, из ротуарной клипы. И будут вертолётом возить пиво. Я могу законно вообще поставить знаки, запрет, и всё. У них другого въезда нет. Ну, тогда пусть обустрают. Хорошо, ну пусть что-то делают. Там есть химчистка ковров, там есть мягкая игрушка. Да не, игрушки, игрушки. Там самое серьёзное предприятие, игрушки не возят на 20-тонниках. И, Вячеслав Иванович, я как-то говорил идею, но её не услышали. Три месяца прошло, я говорил в том месте, где у нас нет ливнёвок, ливнёвок о дождеприёмниках. Где даже показательно рассказал, как это делать. Я так сделал во всей деревне, в Московской области и сегодня это идеально работает. Где нет сегодня никакой ливнёвой канализации, но из-за их больших размеров 2 на 3, 4 на 5 вдоль дороги это решило проблему деревни. Почему сегодня нигде не начали ни одного делать? Это сейчас город проходит и когда начинаем работать уже будет. Сненков уже обозначил несколько мест определенные. Тем более самое интересное, что этот дождеприёмник вместе с опалубкой, со всеми работами это 4-5 дней работы, если мы хотим работать. Это работа один день экскаватора и дальше погнали. Если Синенко думает, что он будет это делать до осени каждый по чуть-чуть, они одним ударом должны быть сделаны. День города заканчивает всё и после этого это обозначено места определенные. определены места. И через экономического агента этого пригласить НКУМОГ лично. А ещё лучше, Свет, давай после дня города вместе с ним там на месте поговорим, чтобы он случайно не ошибся забором расположения. Мы ему чётко его покажем. То есть это с архитектором мы выйдем и посмотрим сразу же. И решение сразу на место примем. Окей, договорились. Вопросы какие? Если можно. Мне вот этот кредит. Ремонт дорог в асфальте, первая колонка. Капитальный ремонт. Кредит берётся на сколько лет, инвестиционный кредит, это капитальный ремонт. Значит, я разговаривал с этой валитой, с банка, который дал мне Леонид Иванович. Мобисбанк. Да, Мобисбанк, который в кредитном отделе, объяснил, что проектно-смертная документация их как таковая не интересует, их интересует только денежное выражение. То есть сама по себе смерть. С основанием предыдущего поражения? Нет. Тендер тоже их не интересует? Нет. Тендер очень меня интересует, их он может не интересовать. Тендер на основании чего? Он будет потом. Что значит потом? На выбор подрядной организации они оплачивают выполненные работы по факту. Выполнили работу на иную сумму, принесли, они их оплатили. Для открытия кредитной линии их проектная смертная документация самая. Борис, это нюансы мы разберемся. Давай определим улицу. Мне проектная работа интересует, если это капитальный работ, какие проектные работы? Залезем в кредитную линию и потом будем... Слово асфальта или с основанием? Пожалуйста, помимо новой Бельцы, то, что вы говорили, срезанной, там, где будем срезать асфальт, улица Мира, ну, ямы до 40 сантиметров. Ну, 40 это я увеличил, но 25 железно. Сейчас проектируем. Там заменена. Что? Лесечка? Когда построенный микро-майон, документация есть? Документация готова на улицу. Полесечка, да? Да, там страхи Господь. Страхи Господь. Давайте проблемные адреса выезжаем на место. Выезжаем на место, но сегодня вы понимаете, что несколько десятков автомобилей щебня, только не вот этого, не песчаника, а гранитного. А гранитный. Несколько десятков автомобилей гранитного щебня изменят уже сегодня и улицу Мира, и на Лесечке, если вы говорите, такая же. До капитальных работ. До капитальных ремонтов. закупим этот гранитный щебень, повторяю, чтобы он не оказался тем, потом скажут дождь смыл. Можно черный еще щебень сделать. Слав, давай эти проблемы. Раз, выехали, хоп, проехали, бульдозером, катком, и по крайней мере, добычей, не будут гонять, по нему особо не погоняешь. Но это будет хоть как-то сегодня, потому что после дождя, после снега это караул. Дождный приемник, особенно во дворах. Калиешвыр, там, вот эти дворы. Самое моё место это Инкопеденции 7, сливный приемник. Там просто по-другому не выдержит. Работать именно где скопляется вода. Самая большая проблема. Вот та же сегодня улица, тот же Ларис, когда едешь, к детям я ездил несколько раз на поле. Ларис, там, да? На поле футбольное? Да. Нет, там Николай Йорга, Штефан Челмарь. На поле футбольное, где? Да, Николай Йорга. Николай Йорга. Да, и Штефан Челмарь она называется. Это улица проезд. В 7-9, да? Да. Ну, мы сделали. Мимо 31-го садика, туда, в 8-9. В рамках подготовки дня города к школе, к футбольному полю мы сделали. Через Воры. Да, через Воры. Прямо на территорию спортшколы, туда, на день города, спокойно. Кто бы имеете в виду бульвара Минеску? Бульвара Минеску. И Минеску. И Минеску, только катарный. Да. Да. Сделать все уже. Есть, да? Да. Ну, мы нашли там такой внутриквартальную дорогу. И мы ее сделали. И в ворота школы, спортивной школы, и там на площадку могут заезжать и машины, и парковаться, и все. Скажите, у нас эти фонари, они по 60-20 стоят в городе? 48. 50, 36, и 20, 38 и 26. То есть, самый мощный 50? 50. Ну, 48 плюс 2. Сколько стоил один фонарь, напомню, 300? Нет, там было изменение в среднем 250 долларов. 200, 250 и 300. Я взял, просто купил 10 фонарей на дачу, 100 ваттных, с 5-летней гарантией. Да. По 136 долларов за фонарь. Вот еще угол света. Сколько? Не помню. Угол не помню, но больше не бывает, хочу сказать. я брал 60 ватт и 100 ватт. Просто я вижу совсем другой цвет, поэтому у нас просто некоторые улицы сентрают. Ну, козлы отмыли, столько, понимаете. Дело в том, что у нас же опять непропорционально через одинаковое количество расстояния стоит опоры, и с одной стороны... А, кстати, что с опорами на площади? То, что мы обсуждали, у нас была проблема. На площади они, которые падают, да? Они такие, они тут закреплены, но они... Так а почему их никто не меняет? Ну, у нас обслуживание сетей металлические, они закрепили зимой, они закреплены. Нет, поставить туда нужны, я говорил, установить туда, установить туда полноценные мачты, чтобы можно было там ромашкой выставить там восемь фонарей, несколько таких мачт будет держать, вся центральная часть города будет в освещении. По пять, там по пять с этой стороны, где театр и кинотеатр, все это не самое. Там есть места, где ее вообще нету, а эти срочно заменить. Да, вот еще на плату на 100-ваттный, прислали на 100-ваттные светильники по 4 тысячи 950 лей. Так. Это... Это... 4 тысячи 950 лей, один светильник, 100 ватт. Это кто прислал? Эко-сити. Это они прислали... Это они нам предложение? Да, да, просили. Там вот это крупнее, вот мельче. А что значит счет на оплату? Ну, счет на оплату. Просил господин Судрешок, я спросил. Они что, установили его? Нет, нет, они предлагают. 4 тысячи 950 лей. Вот у меня вопрос, почему я нашел за 3 тысячи 500 лей? Вот я посмотрел все, что было на рынке. 100 ваттный за 3 тысячи 500 лей. Я купил такой фонарик позавчера. В Молдавии? В Молдавии. В Молдавии. Уже даже стоит и светит. Я поставил посмотреть, 60 как светит, 100 ватт и так далее. Вот самое хорошее, что нашли, да, мы торговали с ними. Цена там была 4 тысячи 200, но не 4 900. В результате договорились за 3 500. Тут у нас фонарь получается на полторы. Ну, это предложение? Это предложение. Да, какое предложение? Послушайте, вы им всем говорите, пусть они предлагают сразу. Мы в Бельцах скромные, нам откаты, как в Кишиневе, не нужны, поэтому пусть предлагают сразу реальную цену. Там больше, крупнее, просто не в весь счет. Мало того, в 3 500 лей, хочу вам сказать, еще договорились, убедили установку, чтобы я не искал вышки и так далее, и так далее. Дополнение небольшое. Но это потому что вам. А? Это потому что вам. Не, хорошо, они сказали, что да, мы зарабатываем, но они дали скидку. Причем тут мне. То есть там коммерческий объект, и коммерческий объект, и меня там не было, поверьте, пошел водитель, договаривался, с помощниками и так далее. Договорились до 3 500 с установкой. Снимай. Хорошо. Платили каким образом? Без наличия? Нет. По этот... Смотри, так. Ну я... Не, не, почему по... Да, платили налог. А, и до СНД. А? И там цена СНД. И там цена СНД. Ребят, сегодня главное желание. Ну да. Они просто после Кишинева, им тяжело перей... Мужа в Кишиневе просят 20-30% откат, поэтому им тяжело... Они сразу же говорят, если за наличие, то такая одна, а если по перечислениям по накладной, то такая, они сразу говорят. Ладно, все, давайте тогда. Погнали. Всем хорошего дня.